Друзья, всем добрый день! С вами Евгения, канал Сад Дачи. Сегодня занимаюсь подкормкой метельчатой гортензии. Вот старые кустики, им уже всё ни по чём, как я говорю. Стоят вот с такой большой листвой. Почки распустились достаточно хорошо. Вот фантом мой красавец. Живу я в Подмосковье. Ещё одна взрослая гортензия. Это на 3 мая. Заниматься я буду малышами сегодня. Посадки прошлого года. Вот посмотрите, есть гортензия. Обрезала я все на 4 пары почек. И, пожалуйста, за 3 недели уже окончательно видно, где отслаивается кора, почечки. Гортензия пустила почти от земли. Для меня это опасно, потому что у нас испанские слизни. Вот ещё одна гортензия. Панорама. Посмотрите, как тут пустила почки. Здесь точно нужно будет нормировать её. Пока ничего не трогаю, всё оставляю. Красотка. Это низкорослая гортензия. Из серии Пан. А вот гортензия Литл Рози. Посмотрите, вроде и почечки есть. Также обрезана на 4 пары почек. Но в таком состоянии стоит уже 3 недели никаких признаков, что будет развиваться. Вроде и одна зелёная почечка есть, но она также не растёт. Именно вот такие гортензии нужно подкармливать, стимулировать. А вот ещё одна красотка. Пожалуйста, Скайфол. Но её облюбовали испанские слизни. Каждое утро нахожу по 2-3 слизня возле неё. Уже посыпала слизниед. Посыпала шкурки от яйца, чтобы им кололось. Но пока не действует на них. Ещё одна гортензия из серии Пан. Пантеон. Вот просыпается больше снизу. Пока не обрезаюсь. Сверху вроде как есть почечка. А здесь видно, видите, тоже кора. Отслаивается. Потеплело. И сразу видно, какие ветки сухие. Вот почечка, где последняя. Непонятно, разовьётся она или нет. Пока не обрезаю. Вот этот побег придётся обрезать. Признаков жизни нет. В общем, начинаю подкормки. Я буду делать баковую смесь из трёх компонентов. Первая – это кальциевая селитра. 10 грамм на 10 литров воды. Сначала развожу 10 грамм в тёплой водичке, в отдельной ёмкости. Кальциевая селитра хорошо в тёплой воде растворяется мгновенно. Практически, вот видите. Растворилась, и затем, когда всё растворилось, выливаю в общую ёмкость, в лейку, чтобы потом довести до 10 литров воды. Это первый компонент. Второй компонент – янтарная кислота. Нужно 6 грамм на 10 литров воды. У меня получается полтора пакетика. Также в небольшом количестве воды в отдельной ёмкости развожу янтарную кислоту. Она прекрасно растворяется. И выливаю, опять же, в общую лейку. И третий компонент – гумат калия. Вот, это жидкая составляющая. Нужно 6-8 мл на 10 л воды. Многовато налила. Так написано на самой упаковке. Читайте, пожалуйста, как нужно растворять. Вот у меня получилось где-то 7 мл. Развела и также выливаю в общую лейку. Три компонента. Получилась баковая смесь. Сейчас лейку добавляю обычной воды до 10 литров. У меня лейка на 10 литров. Вот. И иду поливать свои молоденькие гортензии. Можно до литра на такие кустики выливать. Вот, под каждую гортензию свою милую, любимую выливаю. Выливаю. Очень надеюсь, что это будет стимуляция. Если у вас нету какого-то компонента, ну, поливайте без него. Что делать? Ну, азот, вот, любая селитра, там, мочевина и так далее, нужен именно сейчас гортензиям. Весна и зеленую массу они наращивают, конечно, когда стимулируешь азотом весной. Для гортензии лучше вот селитры, так как кисловатую почву любят. А на сегодня у меня, в общем-то, все. Немножко вам цветущего сада показываю. Цветут груши, сливы. Вот яблони декоративные зацветают. Красота в саду. Запахи. Птички поют. Тюльпанчики еще и цветут. Это мои морозники. Дерен просыпается. Морознички. Тюльпанчики. Продолжение следует...